Всем привет! Вы вновь на канале Доктор. Что это? И сегодня у нас очередная новостная подборка. Вакцина против рака. Американские врачи-иммунологи из института Дьюка по сообщению Daily Mail объявили, что тестируют вакцину против рака. В ее основу легла МРНК-технология. Та самая, что применялась и при разработке вакцины Moderna и Pfizer против коронавирусной инфекции. Заметим, что генная терапия на основе РНК появилась не вчера и даже не два года назад в разгар пандемии. Ею впервые занялись американские исследователи более 30 лет назад. Первые опыты были неудачными. Иммунный ответ организма на матричную РНК мог угрожать жизни самого пациента. И лишь в 2004 году этот баг был побежден. Но открытие это оказалось никому не интересно. Тем не менее, именно благодаря технологии синтеза МРНК спустя 10 лет появилась компания Moderna. Однако, за разработку первой МРНК-вакцины ученые взялись только с появлением ковида. Эксперимент вызвал серьезный скепсис в рядах экспертов. Большинство склонялось к тому, что эффективность вакцины будет не выше 50%. Сегодня на основе МРНК-технологии разрабатываются сразу несколько вакцин от различных болезней. Среди них и грипп, и даже СПИД. В институте Дьюка сейчас тестируют препарат, защищающий от рака молочной железы. Новый препарат должен стимулировать иммунную систему бороться с неконтролируемо размножающимися клетками. Однако, скептики среди иммунологов продолжают сомневаться в успехе. Ведь в борьбе с раковыми клетками вакцина будет задействовать иммунную систему человека. А как известно, у онкологических больных она очень ослаблена. Искусственная поджелудочная спасет от диабета? И снова специалисты из США нашли способ значительно облегчить жизнь пациентов с диагнозом диабет первого типа. Несколько сотен добровольцев тестируют так называемую бионическую поджелудочную железу. Технология, на первый взгляд, несложная. Под кожу пациента вводится игла-датчик. Ее задача – постоянно контролировать уровень инсулина и передавать данные на помпу. Та же, в свою очередь, автоматически дозирует и вводит нужное количество инсулина в кровь пациента. При этом вся информация отображается в специальной программе для смартфона. По сути, разработчики объединили давно известную инсулиновую помпу и систему мониторинга уровня глюкозы. Задача больного – вручную вводить в эту программу и затем контролировать количество съеденных углеводов. Ну и, естественно, учитывая при этом данные от сенсора. То есть, объем введенного инсулина и уровень гликемии. Результат первых исследований системы были очень обнадеживающими. По словам разработчиков, у взрослых пациентов в случае гипогликемии снизились на 37%. При этом продолжительность оставшихся эпизодов сократилась вдвое. Подростки, принимавшие участие в первом тестировании, показали результаты еще лучше. В этой группе случаи гипогликемии стали вдвое меньше. Да, пока что система несовершенна и требует ручного ввода и контроля. Однако, это гораздо удобнее, чем постоянное использование глюкометра и шприцов. Мода на биполярочку. В последнее время среди российского бомонда стало модным объявлять об обнаруженном у себя биполярном расстройстве. И даже если врачи этого не подтверждают, звезды все равно упорно ищут у себя симптомы. Начало тренду положили, как уже вводятся, западные звезды шоу-бизнеса. Имена Кани Уэст, Марай Керри, Кэтрин Зетта-Джонс, Дрю Берримор, Джема Керри и Мэла Гибсона известны всем. Все эти люди обладатели диагноза биполярное аффективное расстройство. Пять лет назад от соблазна обнаружить у себя модное заболевание не удержался и эксцентричный Илон Маск. Хотя врачи настаивали, что у него всего лишь депрессия. Добавил популярности заболеванию и британский актер Джозеф Гилган. Обладатель официального диагноза, он сыграл в хулиганском сериале «Галяк» персонажа с биполярным расстройством. В России первым совершил каминг-аут небезызвестный Оксимирон. Даже трек выпустил под названием «Биполярчик». За Оксимироном потянулся рэпер Гуфф, а за ним и остальные. И все вот это вот очень сильно напоминает модную в России 19 века чахотку. Смертели на тот момент туберкулез романтизировали до нельзя. Быть тонкой, изломанной и задумчивой считалось очень стильным. А заканчивалось все грустно. Ох, ох, мне душно. Ну, махайте, на меня махайте. Между тем, милая сердцем нынешним звездам биполярочка тоже отнюдь не безобидна. И считать ее забавной модной психологической причудой как минимум странно. Основная особенность болезни – чередование двух психологических состояний, причем очень резкое. Чудовищная апатия, упадок сил, уныние и даже снижение умственной способности могут длиться от полугода до года. При этом их на 1-5 месяцев может сменить состояние небывалой эйфории, возбуждений и приливы сил. Причем в первом состоянии люди могут доходить до алкогольных запоев и суициды. А во втором – до тюремных сроков, поскольку теряют чувство опасности и готовы пойти на любую авантюру. Чем не отличный повод объяснять свои выходки в, скажем так, изменившемся состоянии? И, к сожалению, точные причины возникновения биполярного расстройства до сих пор неизвестны. Есть предположение, что это генетическая мутация. Был выявлен ряд генов, которые чаще всего были изменены у больных. И передаваться эта болезнь может чаще всего по наследству. Но 100% уверенности в этом нет. Как правило, началом ее служат какие-то тяжелые психологические переживания в детстве. Кажется, в модной болезни на этот раз записали что-то не то. Ковивака больше не будет. Производство вакцин от коронавирусной инфекции Ковивак окончательно остановлено. Компания-производитель Наналек не получала на нее заказов от Минздрава с декабря прошлого года. Всего за время пандемии Наналек и разрабатывавшие препарат «Центр имени Чумакова» произвели около 3,5 миллионов доз. Часть из них все еще хранится на складах и ждет своего часа. Правда, в Чумаковке говорят, что свой конвейер они не останавливали. Ковивак был зарегистрирован на территории Российской Федерации 20 февраля 2021 года. Первоначальные исследования на животных показали достаточную эффективность вакцины. Однако за год вирус мутировал, и против штаммов дельты и омикрон препарат оказал эффективность всего лишь на 38%. Собственно, исследования «Центра Чумакова» первой и второй фаз испытаний выявило антитела в крови 87% добровольцев. Результаты третьей фазы испытаний до сих пор не опубликованы. Конвейерную нитку, на которой выпускался Ковивак, перепрофилировали под производство вакцины против полиомиелита. Однако в случае возникновения необходимости компания готова вернуть Ковивак обратно. Ну что ж, на сегодня все. Все интересные новости медицины мы с вами рассмотрели. Если какие-то темы для вас особенно интересны, не стесняйтесь, напишите нам об этом в комментариях. Также не забывайте ставить лайк, комментарий, колокольчик. Ну, все, что вы можете тыкнуть, тыкайте.